Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, сбор на чернозем остановлен, мы уже собрали деньги на третью машину, я очень вам всем благодарен, завтра ее привезут, вот сегодня не получилось привезти, но мы уже рассчитались, так что очень всем благодарен за вашу помощь и поддержку. Здесь уже в алтаре, когда мы постелили, уже как бы стены отбились, но их нужно погрунтовать, грибок пошел и сразу же покрасить. Мы все положим, а уголков вот сюда у нас нет, может кто-то, может нам нужно проплатить, пороги купить, вот я буду вам очень признательно, я сейчас померяю сколько времени нужно порогов, лентуса сюда есть, нас остались, если я из того права, вот лентуса вот они, вот сюда как раз будет достаточно, а вот пороги сейчас есть. Видите, у нас на все можно, краску нужно купить, то нужно купить, щеточку нужно купить, но на все нужно купить, за работу нужно заплатить. Это же все, кто бесплатно во славу Божию трудится, а кто за пенте трудится, по всякому, вот, все это расходы. 17 метров, 17 метров, тут на пороге. Прошу вас помочь на пороге, 8 тысяч рублей, кто может помочь на пороге, я буду вам очень благодарен. Еще колокола что-то освещается, а матушка только оплатила там грамм, веночки, вот это, а на колокола вчера приезжала женщина, она все замерила, и там тоже нужно тысяч, наверное, 15 или 20, чтобы это все украсить. Там просто большие ремки будут на двух колоколах еще сверху. В хор нас будет строить Сергей Лавры, вот, отпустили семинаристов, те, кто поет в хоре, вот, но их нужно тоже привезти, нужно нанять машину, а машина это тоже очень дорого. Завтра везти семь человек и обратно, это тоже растраты. А у нас на данный момент вообще ничего нет. Мы же все, что есть, сразу же в храм, 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 потому что пока до престольного праздника хоть как-то все нужно доделать. Вот, прошу вас, помогите, не оставляйте, сборы до 13-го числа будут открытые, вот, чтобы нам все это сделать, вот. Так что, с Божьей помощью все управится, кто может помочь на уголке, помогите, кто может привезти, может, кого-то есть бус, привезти семинаристов, вот, строить Сергея Лавры, буду очень благодарен, тоже ваша будет помощь. Кто может помочь на цветы, матушке, очень буду благодарен, кто может помочь на трапезе, потому что мы все вкладываем в храм, вы еще, вот, сейчас нам завтра привезут катапитазы, вот здесь, такая вот занавеска, вот, она занавеска стоит 8500 рублей, это тоже, а мы купили их две, сюда, одну, и на такой, иконостас, Божьей книги, вот. А купили еще и литон, такой вышитый, он тоже стоит 8600, еще платы я купил, тоже новые, это все расходы, все деньги, а где, брать, то, что вы прислалили, сразу же то, что нужно сейчас, мы это все сразу же покупаем. Состоялась служба, торжество, вот, и потому на данный момент, дорогие братья и сестры, у нас нет денег купить плинтуса, также оплатить 20 тысяч на венки, украсить колокола, привезти семинаристов и также нам оплатить трапезу. Вот рестница, вот, здесь все полностью в грибке, здесь нужно все так же обработать от грибка, покрасить, здесь немного заштукатурили, зашпаклевали, двери так же нужно покрасить, и это все нужно сделать к престольному празднику. Вот, видите, не дружу я с этой грязью, дорогие братья и сестры, нет у меня с ней дружбы и не будет, вычищу, дорогие братья и сестры, Господняя гречница благословит, сама все вычищу, вымею, завтра приду да сбоку, батюшка мне вытянет ее боковыми дверями на солнышко, это нужно все выметь от воска, от грязи. Я, дорогие братья и сестры, просто уж плачу от того, что это нереально простому мирскому человеку это все делать, вы что, не видите, что это Господь делает? Какие творить чудеса, что вот такая работа проделывалась в таком храме, намоленном старинном. Здесь не до смеха, здесь просто плачешь и радуешься. И по всякому здесь было, и как в жизни, постелить линолем, который вы купили, который вы постелили, вас благодать на детей ваших будет падать, вам Господь стурицу зачислить, на том свете, дорогие братья и сестры, обитель вам Господь даст, кто строит храмы, Господа обителей много, и Он вам всем их даст. Я немножко видео снимала, когда к нам приезжала женщина-флорист, которая мерила, они приезжали с семьей, я в видео покажу. Татьяна, которая нам будет вязать на колокола, умница, красавица, флорист, такие веночки нам отделает, спасибо Господи. Говорю, сейчас пять. Вот нам большой колокол, 410 килограмм. Даже если пусть, ну ты мне говори сколько, а когда мы придем, мы можем скрепить его, как на базе. Диаметр снять. Вот такие братья и сестры, это будет, да, и здесь вот видите как, а вверху-то я уже ленты повешу, нам главное сделать венки. И здесь также это будет веночек, они уже померили. Помните, я вам интервью говорите, сестры говорила за дорожку сюда. Здесь будет служить владыка. Сюда я хочу красивую, широкую, бордовую дорожку, специальную для коридора. Я вам покажу, 1800 рублей в метр. Когда, может, вы были в соборах, когда идешь ты по дорожке, а у нас даже вот этого всего нету, здесь же будет владыка стоять. Батюшки, здесь народ будет все, и в колокола целый день звонить в наши с вами. Это раз в жизни бывает, ведь мы больше не будем собирать колокола. Мы собрали и переписали, отдали храм в охоте на Вознесение Господне. Хочу ее заменить, вот это, видите, вот. Это выбросить и купить хорошую, красивую, широкую. Тоже, и тоже ее застелить к празднику. Вот это покрасить, смотрите, все в пауках, все черное. А вот это белой краской, ну, баночка краски-то у нас есть. А вот это все нужно закрасить, вот это все, дорогие братья и сестры. Здесь самый народ будет входить сюда. И двери-то мы вымоем. А вот это надо покрасить, потому что, ну, глаза кидаются, заходят и грязные. Потому что все руками, вот, вот. И пальцы остались все это выкрасить. Это нужно нам заштукатурить, обязательно. Просто смотрите, очень некрасиво. Оно еле-еле выдержится. Ну, хотя бы вот так аккуратно зашпаклевать, закрасить и там. Там тоже вот-вот упадет. Потому что так некрасиво. И вот это все закрасить, видите, вот. Именно тут. Потому что тут освещаться все будет. Руки не доходят. Спасибо Господи, наши дорогие и любимые прихожане. Храни вас Господь. Руки не доходят.